Вирусные инфекции, последствия от них, здоровье дыхательной системы, разные виды нарушения иммунитета, которые мы вдруг чувствуем на наших дыхательных путях. Что с этим можно сделать? Есть стандартные пути, когда мы приходим в аптеку и закупаемся всем подряд и понимаем, что это не работает. И, читая внимательно список побочных эффектов, мы видим, что это может и усугубить проблему и вызвать разные осложнения. Давайте предупреждать, если мы работаем с последствиями против ОРЗ, ОРВИ, давайте посмотрим на концентрированные природные источники. Что можно реально сделать без побочных эффектов, но, самое главное, с правильным вложением в наш иммунитет и в наше комплексное здоровье, решая вопросы по симптоматике, чтобы мы дышали чисто, хорошо, без осложнений. Подробнее можно посмотреть здесь, какие эфирные масла будут работать на такую задачу. Сегодня мы разбираем протокол здоровья дыхательной системы. Это самое прекрасное, что может случиться с эфирными маслами – ингаляция. Когда мы берем в руки бриз, одну каплю на ладони, дышим глубоко, или мяту, чайное дерево, любое камфорное масло, мы чувствуем глубокое проникновение в наши легкие, вплоть до нижних слоев альвеол. И даже по мяте можно почувствовать, как в кровоток заходит эфирное масло, тело становится легким, свежесть появляется. Это, конечно, очень быстрое воздействие на всю респираторную систему и работу с бронхолегочной системой. Если смотреть по эфирным маслам, конечно, мы должны выбрать респираторную смесь. Бриз попадает сюда буквально в десятку. И здесь нужно сориентироваться. Можно отдельно выбрать провинцару, эвкалипт, тимьян, чайное дерево, мята. Но, конечно, смеси работают лучше, как с энергистой. Вы, как минимум, за одну ингаляцию производите очень много положительных эффектов на всю бронхолегочную систему. И как антисептик, и вывод воспалительных процессов, и снятие отечности. Поэтому миксы, да, работают хорошо. Более того, лавр, как самостоятельное эфирное масло, не так часто применяется, потому что на восприятие тяжелое. Да даже если вы берете отдельный эвкалипт, его дышать все-таки в концентрированной форме может быть тяжеловато. Поэтому смеси лучше раз. Два, капнуть одну каплю смеси в теплую емкость с водой на 40 градусов по температуре, не больше. И даже сделать теплой ингаляцией, вы почувствуете, насколько глубоко, даже насколько глубже эфиры будут заходить в наши легкие. Очень легкий, понятный прием, который работает и с детьми, и со взрослыми. И даже когда ребенок занимается своим делом, можно рядом ставить вот такую теплую ингаляцию. Пока ребенок рисует, он хорошо дышит и насыщается эфирными маслами. Ингаляции не требуют никаких небулайзеров, ингаляционных аппаратов. Нет, достаточно просто ладоней на несколько минут. И вот теплые ингаляции через воду прекрасно будут работать, распространяя эфиры вокруг. Да, рядом можно ставить диффузоры, помогать легким восстанавливаться вот в таком фоновом режиме. Но если нужно точечно воздействовать для восстановления или на фоне протекания бронхита, астоматических приступов кашля, вы можете использовать как раз самые понятные инструменты нашей ладони, когда мы закрываем лицо и погружаемся в богатый мир эфирных масел, чтобы воздействовать сразу на все клетки легких. Если мы хотим забыть про тяжелое состояние при острых вирусных инфекциях, то да, стоит познакомиться с эфирными маслами. Это самый быстрый и чистый заход по назначению в нижние слои легких, вывод воспалительных процессов, так, чтобы вы и предупреждали, и поддерживали здоровье, и в принципе не заходили в тяжелые ситуации.